ПЕСНЯ 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 Эгей! Казаки-сопляки! Здравствуйте! Степа, осёпка, тут я видел тумака, солдан он на тобой насмехается Эгей, Степан! А ну, забирай своих инвалидов! Дай коней выкупать Инвалиды, вот увидишь, выходят, будут настоящие кони Сейчас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Попросил бы товарища Это ж сын и осередка! Ах и хлопцы! А то я встал! Чего же это он мой? И девчину по тебе! Щепотопыча! А он и плавать не умеет! Ах! Ах! Чего бушуешь? Ах! 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 Я их отдал! Ах! Слово ж не дадут сказать! Здравствуй, Оль! Здравствуй! Ах! 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 Не от того! А не откуда-нибудь от Москвы вертается! Понравилась видно отцу Москва! Не торопится! Ах! 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 КОНЕЦ 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 А ну, кто-то! Я сейчас! Поехали. Поехали. Болван! Ты знаешь, какие худенка после Москвы дела она делает? Гляди, при твоей расторопности и тебя раскусит. Ну, не в раз. Сегодня не удалось. Завтра удалось. Отставить! Все дело загубить хочешь? Ужас ты в такой момент над самым обрывом скакал. Ищи-свищи. Растяпа. Ну, слушай. Теперь нам здесь больше оставаться нельзя. Слежка начнется. Но лошади пока в твоих руках. Ни одного коня в Красную Альмию. Понял? Понятно. Скоро увидимся. Вышел я на трибуну. Надо говорить. А слов-то у меня и нет. Стою и молчу. А все на меня смотрят. А я молчу. Что же ты, Сергей Захарович? Бывает, батя. Потом. Слышу. И с президиума обращается. Куденко. А, говорю. Куденко. С Кубани. Это товарищ Ворошилов меня спрашивает. Ты куды? А мне дети Сергеев. Что? Дело у меня ваше. Достанет он тебя слушать. Это, говорит, в вашей станице в тридцать третьем году кониферма сгорела. Эх, мать честная. Все знает. Меня аж в жар бросил. Ведь все о достижениях говорят. А я за упокой заведу. Подумал. Стоит ли вспоминать, Климент Ефремович, про старые. Мы ведь после того случая новые конюшни выстроили. А зараз подумываем и эти сменить. Потому, как говорю, в тесных сапогах на свадьбу не ездят. Ну, как увидел я, что в президиуме повеселели. В зале гудят, ладошки хлопают. Отлегло. И будто я не на трибуне стою, а вот со своей семьей или с вами разговариваю. И пошел. Говорю, как книгу читаю. Про корма, про выпасы, про то, как молодняк сохраняем. Так, 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 так. А про фонды доложил? Ну и что бы. А про метефе? От казачек. А про то, как мы на своих волосыят вам тоже учили. Стой, 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 стой. Тихо. В Кремле человека слухали. А тут слова ж не дадут сказать чисто сороки. А про те, а про сэ, а про метефе. А про нас старичков не позабыл. Тихо. 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 Ну как же. Твое имя, Макар Феотистович, особо упомянул. Вот, говорю, восемьдесят лет казаку. Ну где ж восемьдесят? В тысяча восемьсот восемьдесят первому году призыву. Ну вот и считай. Ну что ты сделаешь? Ошибся. Да, четырех, говорю, внуков в армии старяжает. А сам до сих пор на ферме работает. Добре, сын. Добре. И вообще про всю семью очеретов рассказал. Одним словом про все доложил. И о том, что труд дисциплину не от рыбачком обходят. И что с производителями, говорю, туговато. Да, чистых кровей приток требуется. Правильно. А товарищ Сталин и говорит. Ну что ж, если надо, дадим. И дадут. Да что там дадут. Дали? Дали. Через три дня принимать будем. А ты что? Да я батька. А за конями кто смотрится? А ну марш до кона. Ну, Сергей Захарович, ты меня знаешь. А теперь, одним словом, наши кони по Кубани первыми будут. Ну-ну. Смотри, Василий Михайлович. Вот. Выгнали. Кого? Тебя. Меня. Тебя. Ой, дура. Ты уж сам. Пачка идет. Ха-ха-ха! 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 А ты до сих сергей знались. Хе-хе-хе. Ну, а ты что думаешь, Илья Макарыч? Так говоришь, возле орешника. Может, это какой охотник пальнул? Нет, не похоже. Звук не тот. Да ведь я не утка. Батя, иди обедать. Поесть человеку, не дадут здоровью. О, о, о. О, о, а знаете, что наделали? Перед людьми совестно. Ну, я пошел. А то Лакурат мыть заставит. Она у тебя с норм. Да нет, это она шутит. А ты зайди в станцовет. Позвони Соколову. Обязательно. Ну, сыне, пошли. Тетя Сергей. Степка. А тебе чего? Степа. Я здесь. Здрасте, Валерия Сергеевна. Здрасте. Обедать будешь? Да нет, спасибочки. Я по делу. Одно другому не мешает. А про дело твое я давно знаю. А нет, не знаешь. Ну, опять не будешь на конеферму проситься будешь. Буду. Конечно, он и во сне себе коних обидит. Мы сегодня около горячика тобой послили. Когда ты проехал? Ну, ну. Катюша. Это самое. Пойди на кухню. Помоги Ольге. Ну. Ты где это взял? В Орешнике нашел. И человека там видел. Какого человека? Такой руселый. Бушлаки. Ездишь не видать. Молодец ты у меня. Настоящий казак. То хвалишь. А сам инвалидов пас не заставляешь. А ты все о том же. Ну, ладно. Ничего не поделаешь. Завтра сдавай свой табун. Приходи на конеферму. Дядя Сергей. Дядя Сергей. Ну, Аня, теперь ты старшим будешь. А скакать на каких можно? А скакать можешь? Да на Казбеке. Хоть вперед, хоть назад, хоть голопом, хоть рысью. Разрешаю. И нашка. А это тебе помощник. Ну, я пошел. А ты, Ковшик, проводи меня трос. Смотри тут. Да ладно. Слухай, Ковшик, только брать никому. Ни-ни. Да доброе. А ну, хотим далее. Слухай, дело важное. Политичное дело. Нанись. Честное ленинское. Так вот, чтоб ты знал, тут может появиться один человек. Где тут? В Орешнике. А то и Кубани. Что же это за человек? А кто его знает? Чужой. В ушлате. Так ты приглядайся. Чужо. Шли до меня, Инашку, а сам глаз не спускай. Понял? Доброе. Ну вот. Смотри. А, красавицы. Молочко мне угостите. А вы откуда? Да, с пароходом. Встали тут за излучиной. Машину чиним. Ну, как говорится, дай тебе Бог жениха хорошего. Вроде меня. А ты попробуй носить. Вроде нее. Носить, замил, не будешь. Бывайте. Бывайте, бывайте. Ох, и дотошный эти матросы. Понравился? Ну да. Где он? К реке пошел. Ты что, старая? Гроши потеряла? Стоит усы поглаживает. Как тогда, когда приказал тебе шампалами спину расписывать. Гроши твои. Гроши твои. На право. На право. На право. Руби. На право. Руби. Гроши. 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 Оля, ну дай же доиграть партию, понимаешь, контрабу играем. Ты еще раз. Не начался война, начался крутолобая моя, А без твоих кудрей начался, погибаю, мальчик, я. Гляньте-ка. Вот это да. Степка, косань твоей молиды. Какие там инвалиды? Я теперь младший конюх, но каниферный. За чисто кровными смотрим. Тебе б только с вистульки играть. Ой, конюх. Много ты понимаешь. Это меня по делу вызывай. Ваня! Бачи! Бачи! Где? Да там, за орешников. В ушате, а? Да нет. А кого же? Ты ветеринара нашего. Митрича. Смотри, дурень. А ты, митрича. А ты, митрича. Это же свой. А то чужой. Эй, ты. Эй, ты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 selon you,íz te Grau dan, АПЛОДИСМЕНТЫ Мастера. АПЛОДИСМЕНТЫ Музыка Выходи, выходи, не бойся! Музыка 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПРИЧЕМ? Я ТЕПЕР МЛАДШЕ КОНЮХ КОНЮХ ? ТЕБЕ ПАРЕНЬ ОКОЛО КУРЕЙ ПЛЯЦАТЬ, А НЕ КОНЮХОМ БЫТЬ Ну, конюх, передай своему бригадиру, что это у тебя. Хорошая штучка. Э, нет, надо было самому найти. А где ты ее нашел? Воришники. А я там и не бываю. А вчера были, да? Вчера? Да, я и забыл. Это я уток ходил посмотреть. Похотиться думаю. Вот да ты, я вижу, парень смышленый. Вот только жалко, казак плохой. Как это ты вчера на танцах-то осрамился, а? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хочешь, научу, а? Ой, дядя Василий Лмитрич, научите. Ладно, только уговор. Слушаться меня во всем. Буду, буду слушать. Что так и хотите. Ну, смотри. Смотри. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Стоять! Достиг Сергей Захарович! Вот это конь! А конь чей конь? Конь подходящий! Зверь конь! Ты не бойся к такому коню и подойти побоишься, а? Я побоюсь! Да я на него хочется еще сверху сяду! Ты! Герой! Тебе, милок, лучше прямо на землю сесть, чем на такого коня! Тоже? Козак! Не верите! Не верите! Куда ты черт иня? Тегай! Тегай отсюда! Подожди, батя! Пускай привыкает! Ну пускай! Нихай, нихай! Пусть привыкает! Продолжение следует... 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 курил курил только я не здесь а под окном а потом я затоптал ну провалийся на месте честные пионерские хоть укатки спросите курил значит ну я ж говорю баловался троги но я затоптал цыгарку ну вот так затоптал он там вот тут на этом месте ты бачила как он затоптал цыгарку як право алкурить то бачила а че затоптал не помню не помнишь ну хоть сейчас умереть затоптал братишка в таком разе врать не станет раз говорит затоптал значит затоптал родню покрывает но на потише там ты все вы очереты такие друг за дружку горой хозяевами на конюшне стали чего пялишься мы брата пуганые только и знает что за девчатами бегать ты кого за душу хватаешь кого бить собираешься меня старого партизана смотрите казаки над кем издеваются я в гражданскую войну на фронтах бился успокойся митрич остапа черед степана от донца отстранить слушаю товарищ начко а составом особ статья потом разберемся так 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 Слушай. Здесь ли бабское дело? Иди в ту хату. И покормить не дашь? Ладно, ладно. Покушай. Что ж это такое? Не могу я такого терпеть, батька. Что? Чего ты развалился? Встать! Подозвать, ком разговариваешь. Ты, стахановец, комсомолец, семью позоришь. Все брешет этот ветеринар. Не мог я стерпеть. Оставь правду каже. И напрасно вы на него нападаете. Я не о том говорю, а вот о том, как он смел, бригадир, допустить курение при конюшне. Я вас спрашиваю. Иди. Иди, иди. Гулять. Вы, хлопцы, тоже гулять. Ты за что хлопца обижаешь? Дуже горячий оставь. Как конный обдержанный. Вот и ну сдай, батя. Ты бороду не ломай. Все мои очереди горячие. Это что за порядки? Встань. Когда с батьком разговариваешь. Я тебя втолкую, сынок. Ты красный партизан. Кому ты веришь? Из-за кого свое кровное дитё забежаешь? Кому кланяйся? Кто он такой, этот ферз? Откуда он? На меднись обнимался со сёпкой, а теперь на него поклёк кладёт. Подумай. Мама, ты её затоптал. Значит, не совсем затоптал. А из баловства выше какое могло быть несчастье. И Остапу за тебя попадай. Кушай. И ты не веришь. Постой. Куда ты? Степок! Степан! Степан! Донца они у меня отобрали. Мама! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А ещё казак! Чего казаки плачут? А ну, вставай! Степан! Вставай, пойдём! Батька меня за тобой послал, говорит, Степана зови, пусть приходит. Вареники кушает. Вареники? Да. Дядя Сергеич сам послал? Ну да, послал. Пусть, говорит, придет, а мы с ним потолкуем. Пойдем. Ну, затоптал, и ладно. Дядя Сергеич, если ты мне не веришь, ну, так спроси Василия Митрича. Митрича? Ага. А он где был? Да что же это вы? Пошли, Степ. А товарищи остынут. Сергей Тахарович, я сейчас. А мы ждать не будем. Ваня, Ваня. Здорово, Ваня. Здорово. Сегодня что-нибудь есть? Ничего не мало. Ничего? Да и Дмитрич там ходил. Дмитрич? Где? У самой Кубани. Почему же ты до меня Игнашка не послал? Зачем же? Кто же Митрич был? Свой же. Ну, погоняй. Тоже мне помощник. Тоже мне помощник. Вorldяне. Тоже мне из всех, он. Ничего не похоже! Тоже мне укус. Тоже мне помощник. А, а стоп! Садись. Курить хочешь? Не курю я. От этого курения. Напрасно вы братишку обидели, Сергей Захарович. А все из-за этого. Ветеринара. Что ж, все это может быть и верно. А вот тебе, комсомолицу, бригадиру, за ворот хватать специалиста, пожалуй, не полагается. Я ж не оправдываюсь, Сергей Захарович. Комсомолец завсегда должен себя на поводу держать. Но не тот он человек. То перед мальчишкой распинается, дружит с ним, а то взваливает на него такую вину. Ну ладно. В выходной день соберете сотню. Проведем строевые учения. А то скоро будут маневры. Соберем, Сергей Захарович. Ну, бывай, остатка. Ольга. Ты что? Может, это не прощение просить? Вы этого? А ты разве только Дмитриевича обидел? А меня? Прости, Ольга. В сердцах не упомнишь. Уйти. Остап! Остап! Брат у меня действительно Остап. Остап. А я Михаил Больщин. Вы кому? А мне Худенко. Серия Захаровича повидать тебе. Давай, давай, заходи, товарищ Соколов. Только я о тебе подумал. А ты тут как тут. Может, и мы обдумаем. А хорошо-то как? Только Соловьеву слушать. За этим приехал. Вот именно. Упадай. А козака, пригодонька, козак зажурився. Степок, а ты чего не спишь? Не могу спать. Всего Донце думаю. Как он тут, а? Да нет. А вот зараз посмотришь. Все ясно, товарищ Соколов. А вы думали, что от окурка сгорелась? А он так-таки ничего и не сказал. Саул Сорока травленный волк. Мужик сильный. Да. Для меня совершенно ясно одно. Есть у него дружок и на вашей ферме. Есть у него дружок. А, Сергей Захарович. Вот хорошо, что зашел. Рад. Очень рад. А там, понимаешь, сейчас сижу один да один. Газетки вот читаю. Ну, проходи. Садись. Нет, нет. Этот стул шатается. А я как чувствовал, что ты придешь. Видишь, и варенье приготовил. Да ведь я не барышня. И то верно. Мы сейчас чего-нибудь покрепче найдем. Я-то сам не любитель. А вот для такого гостя... Нет, нет. Я уж тогда лучше чайку. Пожалуйста. Да... Как-то нехорошо у нас с тобой получается, Василий Митлевич. Что? Живем мы рядом. Работаем по одному делу. А друг дружку вроде как и не знаем. Хочу вот узнать, Сергей Захарович. Я человек открытый. Есть, можно сказать, на виду. Вот варенье. Спасибо. Вот и я так думал. А тут узнаю, оказывается, ты ранения не имеешь. Ты на каком фронте был-то? Я? Да все на том же. Оба мы с тобой беляков рубали. Угу. Жалко, что тогда всю эту сволочь до конца не порубали. Да, уцелели некоторые. Вот на станице поговаривает, что в наших краях опять Несалл Сорок появился. Ты не слыхал, Часов? Нет, не слыхал. Откуда? Я из фермы выхожу раз в месяц. Поохотиться? Да у меня-то и ружья нет. А потом, какая здесь охота? Разве что на галок. Да на дивок. Ну, как сказать. А вот Степка говорил, что ты тут около рощи утят постреливал. Если ты что думаешь, товарищ Худенко, говори прямо. Ты про что? Сергей Захарович, я человек прямой. Ты меня знаешь? Знаю. Это тебе все очередное говорили. Ну, что ты волнуешься? Я так слово сказал. А ты волнуешься? Ну, бывай. Сергей Захарович, а волноваться нечего. Зачем волноваться? Спасибо. Прос Tobdrive. Спасибо. Спасибо. Подписывайся. А. Продолжение следует... 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 Ну что к тебе включилось? Давай. Сергей Захарович, я, мы, значит, с Ольгой Сергеевной обещание друг дружке дали, крепкое, она меня ждать будет. Ну а если ты, Остап Ильич, забудешь или другую найдешь, а? Да я ему глаза выцарапаю. Вот видите, а слепнуть кому же охота. Ну, брат, наконец-то, а мы тебя ждем, ждем. Здорово, казаки. Привет, привет. Что, не узнаете земляка? Ну, як же, я тебя, Иван Афанасьевич, еще вот таким знаю. Ти-ки, че, вспоминали, як-то в четырнадцатом году урядника каменюкою жахнули. А попал? Попал. На три года аж запайкал. Пошли. Ну вот. Смотри. Илья Макарович, сам, мабуть, сына снаряжаешь. Четырех, сынок. Четырех? Четырех. Федор на сверсрочную вертается. Остап по призову. А Роман Тальонид заявление подали, чтоб до сроку. Все в одну часть выезжают. Они у нас дружные. Да? А-а-а. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok